8 кастингов! Алло! Так не бывает! Рассказывай про это, у меня эмоции, мне кажется, я вся покраснела. Ты поняла, что ты точно не прошла? Я ушла прям в истерике, меня колотило вот так. Как тебе игралось с Зилем? Ты задыхаешься, ты начинаешь падать в обморок от того, что тебе нечем дышать. Я теперь понимаю, что такое красота требует жертв. Сейчас все будут ржать и будут угорать. Мне астролог мой сказал, что мне надо идти в моду. Мастер Маргарита — это вообще просто... Разрыв. Всем привет! Это подкаст «Кино бэкстейдж». Здесь мы обсуждаем кино. Вести будем подкаст мы, Миша и Настя, которые представят нашу гостью. Всем привет! У нас в гостях актриса Полина Аук. Привет! Полина снималась в «Дылдах не футболе» и в нашумевшем «Мастере и Маргарите». Было, было. Гала. Гала. Ну, это же главная постановка сезона. Я вот совсем недавно в Москве и, кстати, актриса. «Мастер и Маргарита» — это вообще просто... Разрыв. Кино, которое очень хочется обсудить максимально. Спасибо. Мне безумно, во-первых, приятно и интересно. Я в последние, получается, сколько? Три месяца уже прошло с начала проката. Я тону в каких-то... в каком-то невероятно огромном количестве теплых слов, благодарности. В общем, давайте задавайте все ваши вопросы. Ты на все ответишь. Ну, я постараюсь. Главный вопрос, на самом деле, каким образом ты прошла кастинг, как попала в проект. Потому что где-то я читала, что кастинг был очень долгий, что чуть ли там не вся Москва проходила. Проходила, в общем, расскажи вообще, как это было. Я проходила пробы на проект раз семь или восемь. Я уже в какой-то момент сбилась со счета. На моей практике это самый длительный кастинг вообще и попадание в проект. На одну роль? Да. Это хорошее. Только на Гео. Да. Но я проходила пробы с марта 2021 года по конец июня. И вот в конце июня, в 20-х числах, мне сказали, что меня утвердили. А это только у тебя такая история была? Или это, в принципе, каст на... Я понятия не имею. Я знаю, что с Гелой были самые большие проблемы, если это можно так назвать. Потому что уже были утверждены все. И я приходила. И уже Женя Цыганов приходил на примерки грима, костюма. А все пробовались, пробовались, пробовались актрисы на Гелу. И я приходила и часто видела своих знакомых. Но я видела большущее количество девчонок, которые пробовались на роль. Из института, из параллельных вузов. Ну, в общем, я увидела новость о том, что запускается проект Воланд на тот момент. Он еще назывался Воланд. В каком-то с телеграм-каналов. И подумала, вау, как круто. Ну, наверное, это пройдет мимо меня. Вот это самая первая мысль. Почему мимо тебя? Ну, потому что это вечная история с синдромом самозванца. Так всегда, когда видишь красивую девушку, красивую парню, это точно не про меня. Ты думаешь, ну нет, меня это не коснется вообще, что это за сказка, за облачные дали. Это, ну нет, ну точно нет. И через недели-две моему агенту присылают приглашение на пробы. Я готовилась. Я такая, конечно, да, господи, ничего себе. Далее, жизнь это лучший драматург. Я нигде не видела такого, чтобы можно было прям так круто показать вот разницу, с чего начиналось и чем закончилось. Потому что с первых своих проб я ушла в слезах. Я ушла прям в истерике, меня колотило вот так. А что, ну то есть ты поняла, что ты точно не прошла? Нет, просто из-за того, что я очень сильно ответственно готовилась к этим пробам, а произошла в реальности ситуация, к которой я не была готова. Потому что я пришла, и в тот день, когда я пришла, мне прислали три сцены разные, большие. Я к ним ко всем подготовилась из разных частей образа. На этапе проб уже мы всегда пробовались в гриме и в костюме. И полтора часа я просидела на костюме, на гриме, мне подбирали образы разные, сняли все мерки уже практически, все, парики мы присмотрели разные. И я прихожу, и мне говорят, Полин, извини, пожалуйста, мы не успеваем по времени, мы вместо трех сцен попробуем одну, но это ничего страшного. Я думаю, так уже, что-то интересное, ну ладно, хорошо. Ну и в общем я выхожу на площадку, надо сказать, что с Мишей Лакшиным я была знакома до, потому что я к нему пробовалась в Серебряные коньки, но не случилась у нас эта история совместно. И мы с ним здороваемся, он говорит, ну вот, там, как дела, приветствую на небольшое общение, и мы начинаем пробовать сцену, которая мне была сложнее всех на тот момент. А он, может быть, из-за того, что ты пробовалась уже на Серебряные коньки, он знал примерно? Нет. Нет, это случайность была? Что именно? Ну, что он выбрал как будто бы сцену, которая самая сложная. Нет, нет, я думаю, что ты просто в рандомном порядке выбиралась. Какая сцена, если не секрет? Когда танцы и песни, когда хореография, вокал, и там не было на тот момент еще поставлено никакого танца. Ну, из вулитой сцены, я так понимаю. Да, да, ну вот где я пою. Да, 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 я помню. Обойдите всю округу, вот эта вот история. И мне говорят, ну, тебе скинули видео с танцем? Я говорю, какое видео? Ну, тебе должны были прислать там как танцы 20-30-е годы, вот все это комсомольское. У меня просто, мне кажется, я сидею в этот момент, я думаю, нет, что. Я начинаю там учить эти танцы за пять минут, пока я жду. А кто должен был скинуть? Да ну, куда кто-то? Огромный, огромный цех, огромное количество людей, ну, где-то затерялась эта информация, вовремя до меня не дошла. Я, естественно, на панике. Но суть не в этом. Суть в том, что я выхожу, мы пробуем с ним сцену, и он мне говорит, прости, пожалуйста, у нас сейчас заминка, у нас там совещание какое-то, в общем, мы не успеем дальше попробоваться. Это там после второго или третьего дубля. И это было как-то все скомканно, и я еще какую-то фигню там показывала. Ну, и у меня сложилось впечатление, что это самые провальные пробы на самый масштабный проект, который вообще мог в моей жизни случиться. Я выхожу и начинаю в истерике, в слезах звонить агенту и говорить, выбивайте мне второй день проб. Ну, и у тебя был второй день. И потом седьмой судьбой. Второй, и третий, и четвертый. И я вот где-то уже в середине сказала Мише, что я не понимаю, что ты от меня хочешь, потому что мы за все эти пробы, мы прошли всю выборку моей героини. На пробах каждый раз мы брали сцену, которой вот еще не было, но она вот была в сценарии, и мы всю практически мою роль сделали на пробах. И не только эти сцены. Он брал какие-то сцены, где вообще изначально не было гела. Как-то прописывал мне, меняя немножко текст. И мы мяли этот образ, искали. Ансамблевые пробы были уже? Или нет? Или ты одна? Ансамблевые пробы случились совершенно спонтанно. У нас обычно были пробы просто, где вот я прихожу на пробы. И были ребята, которые в штате проекта работали и помогали подкидывать текст. Чтобы это был не человек, кастинг-директор, сидящий за камерой, а чтобы это был партнер. Ну, понятно. И у меня тоже были проблемы. Миша очень как-то... Миша говорил, что-то здесь не то, что-то не так. Надо поискать, надо посмотреть. В самой первой моей сцене, где я подбегаю... Да-да-да, к Цыганову. К Цыганову и прошу его подписать мне журнал. Угу. Вот. А мой партнер, который мне помогал подкидывать текст, он мой ровесник, и мы вместе тоже учились в ГИТИСе. И между нами определенная химия была, но, видимо, не та, которая нужна была... Ну, Цыганова в другой спаде. Паша очевидна, чем у... Конечно. И получается такая штука, что в какой-то момент, тоже в один из там моих четвертых-пятых проб, наверное, Женя пришел как раз на пробу у Грима, и Миша попросил его поддержать меня и выйти сыграть со мной эту сцену. И что-то там с первого, со второго дубля... Все там у него сложилось. Все у него случилось. Он мне говорит, ну вот, а что ты раньше не могла? Я говорю, да как? Ну, это же не Цыганова просто была. Как я тебе объясню? Это другой партнер, другая химия, другое все. Вот оно и случается. Я знаю, что Михаил очень меня отстаивал. Уже в какой-то момент ночами не спала и уже... Ждала решение. Да, меня очень сильно пугала неопределенность. И вот это вот ожидание, когда ты не знаешь, но все равно готовишься к худшему. И ты думаешь, ну вот сейчас они позвонят и скажут, что извините, пожалуйста, но нет. Я помню, что был момент, когда мне еще одни пробы поставили, сказали, что нужно будет прийти еще раз. Восьмые. Типа, да, понятно. Седьмые или восьмые. А потом просто позвонили и сказали... Это был, я не помню, какое июня, но какое-то 24 или 23 июня. Это была какая-то аномальная жара. И я ехала в Леруа Мерлен за исчезнувшими везде в городе вентиляторами. Тебе еще подали жару здесь вот этой вот новости. Да, я стояла в пробке в какой-то адской жаре. И мне позвонил агент и сказал, Полин, танцуйте. Я говорю, я не могу, я в пробке. Я говорю, что случилось? Она говорит, вас утвердили. Я открыла окно и просто начала орать на проезжающей машине. Потому что мне хотелось бегать по кругу и скакать. Но я не могла, я была в пробке. Самый для меня мистический момент, что я вообще в этом проекте оказалась. Михаил живет в Штатах. Он приезжал на съемки сюда полностью? Или вот как вообще? Да, конечно. Но насколько я знаю, что пока шел весь съемочный процесс, он был в экспедиции в Москве, в Петербурге. Да, я не помню такого, чтобы он уезжал во время съемок. Как вообще с ним работал, как с режиссером? Я его одно время поначалу немного побаивалась. Почему? А потом я очень его полюбила. Так бывает на моменте, пока ты не знаешь каких-то вещей про человека. Поскольку, ну, надо сказать, что огромный масштабный проект. И я у него не главная девочка, на которую нужно обращать там свое все внимание. Безусловно, он посвятил мне огромное количество времени на моменте подготовки к проекту. Потому что, ну, восемь кастингов! Алло! Ну, типа, так не бывает. У нас было с ним несколько разговоров по телефону. И когда уже точно началась прям вот подготовка к съемкам, это был очень скрупулезный, долгий процесс. Он мне сказал, что нужен будет коуч, что нужно по максимуму попытаться проработать и найти персонажа до выхода в мотор. Потому что не будет на это времени, объективно не будет времени, чтобы вот так вот сесть с утра на смене и сказать, ну, что у нас тут? Так, ну, давайте придумаем. Нет. Но ты приходишь, когда у тебя на смене 200 человек массовочных, артистов массовых сцен, когда это снимают с трех разных камер, с крана, еще с чего-то. Мне Женя Цыганов очень помогал поначалу, пока я не освоилась. И он мне сказал, да раз, успокойся. А я приходила заряженная, мне вот так вот уже на первых сменах трясло. Он говорит, успокойся, пока дойдет до твоего крупного плана. Пройдет часа четыре, не перегори, пожалуйста. Ну да, когда долго волнуешься, не выходишь. Конечно, ты потом вообще никакое, ничего ты не можешь сыграть, ничего ты не можешь сделать. Потому что, если ты очень сильно перенервничал, ты потом просто пустой выйдешь и все. И он говорит, пока сейчас снимут вот этот вот общий, пока снимут с крана, пока снимут такой план, сякой план. До вашей диалоговой, ну, до нашей с тобой, допустим, диалоговой сцены, это вот дай бог вот еще. Поэтому расслабься и вообще. И меня это стало отпускать. Он мне очень помогал в этом плане. А какая самая сложная вообще сцена у тебя была? Наверное, это три дня, которые мы снимали вечеринку Лиходеева. Это были уже павильонные съемки. В конце проекта это было где-то середина-конец октября. И морально было мне тяжело как-то в этот момент уже, потому что у меня в какой-то момент я прям поняла, что подступает уже какая-то вот такая усталость. Плюс еще это осень, ноябрь, это все как-то достаточно тяжело. Что-то было очень сложным и крутым, когда, например, тебя подвешивают на 9 метров на тросах, и ты сам какие-то каскадерские элементы выполняешь. Для меня... У меня дух захватывало просто. Как тебе игралось с Дилем? Мне кажется, у тебя тоже миллион раз наверняка спрашивали. Я поймала сильнейший зажим, когда увидела его в первый раз. Я вообще хотела с ним познакомиться до выхода на площадку, чтобы уже пройти какой-то период адаптации, знакомства. Но почему-то не получалось. И мы с ним пересеклись первый раз, когда мы снимали... Была ночная смена, как мы с мастером идем в Дом литераторов. Вот. И я увидела его уже в гриме. Я сама была в гриме. И я забыла, как говорить по-английски. Я сказала хай, и три дня я ничего не могла, кроме хай, хеллоу сказать. Все. И я забыла все. Он даже целый монолог на русском выучил. Он огромный. Вообще молодец. Когда мы снимали в РИДе, весь его монолог про... как людей испортил квартирный вопрос, это он сам все говорил. У меня то же самое было недавно с шеф-поваром в ресторане, с Гленном. Я познакомился с ним. Я плохо знаю английский. Я все время ему говорю, nice to meet you. Я каждый раз его вижу, я говорю, nice to meet you. Просто я думаю, рад видеть тебя. Он мне тоже отвечает. Я-то думал, что это значит, типа, мне приятно тебя встретить. А мне тут говорят, а почему ты каждый раз говоришь, что приятно познакомиться, он тебя знает. Но тут забыла просто от того, как у него какой-то флёр такой был. Ну нет, на самом деле. Он просто зомбирует, наверное, так своему образу. Дело в харизме. Дело всего лишь в харизме. Есть люди, зачастую, да, это публичные люди, но есть люди, которые заходят в комнату, заходят в помещение. И ты понимаешь, что он забрал, он сшибает тебя с ног своей энергии. И ты понимаешь, что всё внимание приковано только к нему. Это люди из серии Квентина Тарантино, которые появляются где-то в открытом пространстве, и к ним приковывается всё внимание. Но я теперь поняла, почему это происходит. Не потому, что это всемирно известные люди. У него какая-то есть... Нет, это энергетика, конечно. Ну, не вербально. Это невероятная харизма, мужская, человеческая, актёрская, какая угодно. Это харизма, моджа, такое, которое ты... Ну, ты понимаешь, что ты это чувствуешь, как воздух электризуется в пространстве. А он похож на Воланда по характеру, вот если брать персонажа и самого Августа? Я не знаю. Честно говоря, мне кажется, он настолько в этом плане масштабная личность, масштабный артист, что я думаю, что, конечно, он очень многое взял из себя. А ты похожа на Геллу? Да нет и да. А в чём да? Амбиции. Но разница в том, что я не буду готова идти любым путём по головам людей ради достижения своих целей. Самое интересное было то, как ты мимикрируешь со своим собственным персонажем, потому что вы начинаете с достаточно большой дистанции, потому что это явно, это всё-таки жанр, и это приближение образа. Вот. Я начинала с большой дистанции и начинала её понимать уже вообще в процессе далеко, когда мы находились. Вот. Но когда я там, например, входила только-только в эти костюмы, которые шились под меня, я страдала, умирала, переживала, мне было тяжело, некомфортно, непривычно. К последним сменам я могла спать и есть у этих корсетов, в которых, в принципе, дышать невозможно. Ну костюмы, костюмы вообще просто какие-то нереальные, особенно на шоу. Ну да. Да, вот расскажи вообще. Видите, я рассказываю про это, у меня эмоции, мне кажется, я вся покраснела. Это классно, мы же тут сидим как психологи, мы тебя погружаем. Я заново переживаю, это крутые-крутые эмоции, самые яркие эмоции. Костюмы, да. Про Галю Солодовникову мы обсуждали. Да, вот расскажи нам что-нибудь про то, как шились эти костюмы, ну вообще, как они выбирались. Работа делилась на два костюмерных цеха, потому что огромное количество персонажей, и Галя занималась Воландом, Свитой Воланда и Маргаритой, а Ульяна Полянская занималась всем миром живых людей, вот этой вот реальностью, и мастером. И, например, мои костюмы, так получилось из-за того, что я пребываю и в том мире, и в другом мире. У меня есть костюмы, сшитые и созданные Ульяной Полянской и ее цехом. Это все, что начало. Ну понятно. История до перехода в роль именно Геолы Служанки. А все вот эти корсетные истории и Служанка, это уже Галя Сладовникова. А ты могла принять счастье? В разработке костюма. Все обсуждалось. В этом круто. Вот я говорю, я узнала. Только потом Галя мне показывала эскизы, которыми она вдохновлялась. Но я тогда еще, у меня не было даже мысли о том, что это может быть вдохновлено какими-то настоящими показами, например, мод. И вот я листаю ленту и рилс и вижу показ 98-го года Мюблера и вижу просто, ну, тот же, ну, не тот же силуэт, но вот эти лекала, эти какие-то прорези на корсетной всей истории и вся эта стилистика, и я вдруг понимаю, откуда ноги растут. Это очень круто. Каких тебе было интереснее играть? Я вообще поняла, что корсеты это моя любовь невероятная. Это такая дрянь, но ты в нее влюбляешься, потому что я теперь понимаю, что такое красота требует жертв. Я теперь понимаю это. Что это мучение? Это как эти... Это невероятное мучение. Раскаленные тушеньки. Ты задыхаешься, у тебя... Вот ты сидишь под лампами, под камерами в душном павильоне, и ты начинаешь падать в обморок от того, что тебе нечем дышать, потому что это все вот так вот стянуто. Но это красиво. Это невероятно красиво, и это колоссальный труд, потому что эти костюмы отшивались по меркам. Я приходила на примерки по костюмам тоже раз восемь, наверное. И там было без шансов, наверное, что-то лишнее съесть, если это корсетная история. Ну, я худела, я худела, я садилась прямо на диету, я худела. Я хотела, чтобы это было очень все красиво и в той стилистике, в которой это должно было быть. Но я приходила на примерки, и мне сначала кусок ткани ко мне прикладывали, а я вообще не очень понимала, как это будет выглядеть. Потом я прихожу, у меня вот одна колготка сшита. Тут где-то кусок рукава. Я не понимаю, как это будет выглядеть в конце. А потом, когда на меня надевали целиком образ, у меня перехватывало дыхание от красоты. Это правда, это очень все. Это колоссальный труд, это сшилось большим количеством людей. Вот, это круто. А ты бы хотела вот потом пойти в фэшн-индустрию, ну, в каком-то виде, в какой-то роли? Честно? Допустим, как модель. Ну, слушайте, тут такой момент. Когда мне было лет 17-18, я вообще мечтала быть моделью. Очень хотела, никому об этом не говорила. Но я была на 10 килограмм больше, чем я сейчас. И я не попадала ни в одну категорию. Ни обычный сайз, ни плюс сайз. И тогда, в те годы, это было не так. Ну, тогда еще канцелинг, мне кажется, очень жесткий был. Ну, да, в том-то и дело, что сейчас ты можешь быть в принципе какого угодно размера. Но мне это уже теперь не так интересно. Мне интересно, если это будет сотрудничество с брендом каким-то классным. Ну, плюс я еще знаю себя. Я ужасно неуклюжая. Я могу быть той моделью, которая идет и специально падает на подиуме. Вот это я могу быть. Ну, это сейчас в тренде. Какой любимый бренд? Из недостижимых? Из любых, на самом деле. Из любых, конечно. Прадо, Мюглер, Александр Макуин. Мне кажется, достижимый очень даже. Нет, да. Ну, вот сумку Прадо я, например, не могу пока себе позволить. Это сейчас пойдет дело. После подкаста? Сейчас все будут ржать и будут угорать. Мне астролог мой сказал, что мне надо идти в моду и создавать свою капсульную коллекцию. Это было еще два года назад. Вот. Я такая, чего? И сейчас я такая, ой, а мне интересно, правда. Но я понимаю, что я в одного это сделать никогда не смогу. Просто нужно найти хорошего директора. это все в партнерстве, все я... Но мне не хватает знаний определенно сейчас, чтобы вдруг создать что-то такое. Я понимаю, что говно же делать не хочется. Хочется сделать классное, интересное и крутое. Например, то, чего еще не было. Ну, да. Вот. Ну, в России сейчас, мне кажется, есть все шансы заняться этим направлением. Да, сейчас, мне кажется, полянутся. Но у меня, знаешь, есть какое-то количество потребностей, которые мне очень хочется закрыть сейчас, до того, как я такая, ммм, создам-ка я модную коллекцию. Собственный бренд. Да, ну. Вот. Ну вот хочу на права сдать уже пятый год. Вот, например. Вот такими вещами я сейчас... Это важно. Вот я так и не знала. Интересуюсь. До модной коллекции у меня нет права, да. Ну, зато ты можешь попивать шампанское. Так я и делаю это только. Как бы это единственное, на что я получил право, так, ну что, дальше переходим к следующим проектам. Закончили с Марктером Маргаритой. Про что у нас? Про Каренину. Про Каренину. Про Каренину. Расскажи, кого играла там, потому что окутана завесой тайны. Ну, я вам скажу так. Для меня это тоже новый интересный жанр, потому что это полудокументальное существование, полуигровое существование. И это экранизация книги Павла Басинского. Подлинная история Тайны Карениной, где идет прям разбор, произведение. И персонажей. Персонажей, прототипов персонажей, возможных вариантов создания этих персонажей и так далее. То есть это не классическое художественное кино совсем? Если бы можно было очень грубо говоря сказать, я иногда это воспринимала как реалити по съемкам съемок проекта. То есть это вот так, это проект в проекте. То есть это что-то иммерсивное. Там много Карениных говорят. Там много Карениных, у меня, по-моему, все-таки один мой персонаж. Но это просто в силу того, что, например, в разное время возможными прототипами персонажа были разные люди. Вот. И в проекте несколько прототипов этих персонажей, да? Как это могло выглядеть? Как это выглядело в предыдущих экранизациях? Я играла Бетси Тверскую. Это подруга Анны, которая в книге собственно все это устраивает. Весь этот движ между Анной и Вронским. Помогает им сойтись. И у меня было несколько интересных сцен, где я с разных... И они будут сейчас все вам расскажать. Сейчас все расскажу. Да, да, да. Лучше ждем спойлеров. Смотреть не будем. Нет. Где просто моя героиня показывается с разных ракурсов. Про проект актрисы. Интересно, как играть... Как тебе игралась актриса? Вот это мы всегда обсуждали. Актриса играет актрису. Это как? Это суперинтересно. Потому что, с одной стороны, вроде как бы тебе кажется, что ты все про это знаешь. И тут нет ничего сложного. На самом деле, это очень сложно тоже. Надо понимать, что это реальность жизненная, обостренная художественными, сценарными обстоятельствами. Мы все в тот момент столкнулись. Ну, я не знаю. То есть, наверное, конечно, человек может настолько сильно разочароваться в своей жизни, что он выйдет в окно. Такие случаи тоже бывали. Ну, в БДТ было, мне меньше раз сказать. Ну, да, конечно. Нет, все это бывало. Вот это тоже абсолютная реальность. Реальность ли, вот, например, сцена, когда две актрисы приходят на пробы, и их все всячески пытаются развести по разному времени, потому что все вокруг знают, что они терпеть друг друга не могут. С одной стороны, я знаю, что такие ситуации бывают, но никто об этом не думает. Кастинг-директору нужно утвердить артиста. Ему плевать, кто там за кем придет. Ну, на самом деле, то есть такое бывает. Ты можешь прийти на съемочную площадку, увидеть подругу свою. Я знаю, что на табличке ты видишь своих подруг. Да, я очень часто вижу своих подруг и знакомых, но вот, например, самые близкие мои подруги. Заранее сообщают? Нет, ну, во-первых, да, мы примерно понимаем, на какие пробы мы ходим. А вы понимаете ли, ну, действительно, тебе там звонит, ну, грубо говоря, там, Маша, Катя, вот такая Полина. На самом деле, меня вот сейчас позвали на кастинг, вот на эту роль. И мне кажется, что... Мне безумно повезло, что мы с моими близкими подругами все настолько разные, что у нас не было ни разу такого, что мы пробовались на одну роль в проекте. У нас было, что мы проходили пробы. В одном проекте в разные роли. В разные роли, потому что мы разные. Ну, я Стась Милославская и Настя Калашникова. Это разные люди. Нас никак в жизни не будут пробовать на одних и тех же героинь. Ну, нет. А если бы было? Вот это никогда не мешает дружбе? Нет такой конкуренции? Мне очень повезло. У меня суперадекватные подруги. И я тоже в этом плане суперадекватная. И в моей жизни не было такого, что мне кто-то мог сказать. Ты тоже тут, да? Понятно. Блин, но у меня был момент, что я пробовалась в проекте, который тоже был достаточно... Я не буду называть ни имен, ни названия проекта. Ну, какой-то очень большой. Это был масштабный проект. Это был проект, который со мной случился после окончания съемок Дилд и Воланда. Потом сразу я впрыгнула в Дилды. И вот потом у меня был период, когда я проходила кастинг на классную масштабную историю, которая не запустилась на тот момент, потом запустилась через год. Ее немножко переписали, переправили, изменили возраст персонажей. Так часто бывает. Я прошла до уже прям вот самых финальных стадий. до ансамблевых, когда мы втроем. Я, моя подруга, с которой мы снимались в другом проекте и играли вместе, тоже подруг, но мы все адекватно понимали, что она лучше подходит по фактуре, по тому, как она выглядит и по тому, как она сильно хочет эту роль. Ее утвердили, но проект заморозился. И мы все, собственно, топили за нее, потому что понимали, что у меня на тот момент уже роль мечты только что случилась. И мне было важно и круто, чтобы у нее это сложилось. У меня... Меня воспитали, ну, хорошие люди и у меня были достаточно достойные и классные педагоги, которые говорили о том, что этика профессиональная, ну, это очень важно. Вот не проходить по головам. Да, ну, я так и не сделала. Есть очень много людей, которым абсолютно плевать и для них это... Ну, понятно. Работа превыше всего. А я понимаю, что для меня невероятно важна работа, но я никогда в жизни ради роли... Надеюсь, что я вдруг не проснусь тем человеком, который скажет «Пошло все нахер». Ну, роль у тебя пройдет и закончится, а вдруг заморозится проект. А вдруг он пройдет незамеченным. А вдруг получится полная дичь. Ну да, а ты потеряешь очень хорошего человека. А ты потеряешь, ты разорвешь отношения с человеком. Еще и слухи пройдут. Еще, ну, еще и говно. Я не смогу жить просто спокойно после этого. Бывают моменты, когда мне очень хочется роль. Вот в геле мне было важно, очень важно, но я старалась даже не смотреть, кто там рядом со мной сидит и кто приходит. Потому что это все были знакомые девочки. Я максимально старалась сконцентрироваться на себе. Ну, прям подруг там не было таких близких? Нет. Слава богу. Есть ли у тебя молодой человек? Есть. И планируете ли вы с ним что-то большое? Ну, мы 4 года уже планируем что-то большое. Вы с ним вот как бы начали отношения, скажем так, в начале 20-го года. Через 2 месяца началась пандемия. И мы такие, так, что происходит вообще? Похоже, надо жить вместе. То, что мы кукухой не отъехали оба, это уже большое. Как говорит Лариса Гузеева, потому что я не спилась и не сдохла под забором. Да. Но уже неплохо. В наше время просто жить, это уже большая задача. Ну, хорошо, вместе. Вот, круто. Это здорово. А сложно вообще с твоим графиком иметь отношение? Так он тоже артист. Ну, вот он сейчас на гастролях, например, на театральных. Это у нас круто, что мы в этом плане друг друга понимаем, что нет такого, что... Бывают сложности, я представляю. Что у нас нет, ну, недопонимания перед какими-то издержками и сложностями профессии. Мне не приходится ему объяснять какие-то элементарные для меня, казалось бы, вещи. И ему, мне. А вы ходите вместе на премьеры? Да. У меня фото в соцсетях есть. Нет, самое сложное, мне кажется, это как раз понять, когда общаешься с актрисой или с актером, если ты не в профессии. Но если ты не понимаешь график. Да, ты долго понимаешь, как человек может целый день сидеть в театре. Как устроен его мир, в принципе, как устроен его быть. На это требуется очень много времени, потому что, ну, мир артистов и актрис особенно... Тоже, причем я там зарекалась какое-то количество времени назад, что буду встречаться с артистом. Все девочки так говорят, все актрисы говорят, что оператор точно, ну... А почему точно? Ну, это красиво. А почему не режиссер? Потому что операторы очень, как бы, они тебя же, они тебя показывают. Ну, они выбирают фокус, да? Не знаю. Есть какой-то, мне кажется, мэйч у актрисы, оператор. Ну, вообще, просто, ну, режиссер и оператор... Это обычно абьюз? Да нет, ну, я не знаю. Абьюз страны режиссер? Ну, просто режиссер это сложные люди часто. Да, операторы тоже сложные люди. Операторы тоже сложные люди. Ну, просто, операторы уже все давным-давно глубоко женатые люди. Да нет, я просто себе придумала такой образ. Это была красивая картинка, которая к реальности, на самом деле, не имела никакого отношения. Я придумала, что это будет человек, который старше меня лет на 10. Вот. Что он будет какой-нибудь лысо-татуированный и бородатый. Вот. А в итоге это... Сейчас все сразу начинают... Все сразу лысо-татуированные и бородатые. У нас есть один лысо-татуированный оператор, кстати говоря. А в итоге это мой Юра, который, если сбреет бороду, выглядит на 10 лет младше, чем я. Есть какие-то важные вещи, условно говоря, понимание, умение друг с другом разговаривать. Мы этому учимся до сих пор. Вот четвертый год мы учимся. Мне всю жизнь, мне кажется, надо учиться. Отношение-то работа. Да, конечно. И причем такая... Изнуряющая. Смена переработки бывают постоянно. Изнуряющая. Да, это еще... Сижу, как Полина вспомнила все, что происходит. Ну как сказать? Ты получаешь вместо гонорара что-то более счастливые моменты. Это очень важные вещи, конечно. Но у меня нет чувства одиночества, и я очень благодарна за это. И вот последние годы, последние лет у меня были очень депрессивные какие-то периоды, и мне было невероятно тяжело, и я чувствовала постоянно рядом с собой поддержку. И то, какими терпеливыми понимающими могут быть мужчины, это круто. Ну, я не знала, это здорово. Вот. Но это, мне кажется, все равно проявляется только тогда, когда между вами есть... Ну, если коннект и химия какая-то происходят. Да, и чувства. Да. Если поговорить о близких, вот... Да, давайте поговорим. Да. Подруг можно найти на площадке, и мы знаем, что ты снималась с мамой. Да. Вот как работать с мамой? Тем более, ты играла дочку, как мы понимаем. И мы играли разные варианты отношений между нами. Мы играли маму и дочь, мы играли одну и ту же роль, где я во флэшбеках в молодости, и молодая героиня, ту, которую мама потом играет вот в реальном временном этом отрезке. Мы по-разному с ней играли, да. Мама великий и прекрасный партнер, мама очень хороший учитель. И я никогда не испытывала какого-то страха, потому что у меня не было... Ну, она меня таскала по съемочным площадкам. С детства. Ну, она не таскала меня, я сама хотела, мне было интересно. Плюс, когда она проходила высшережиссерские курсы, училась уже на режиссуре игрового кино... Как тебе повезло, у меня мама была прокурором, я имею в виду на трупы. То есть совсем друг друга другие площадки я посещал. Ты знаешь, мне бы было тоже интересно. Ну, почему ты не стал продолжать? Ну, я учился на прокурора, да, я потом просто как-то понял, что это не мое. Интересно, интересно. Если что, звоните мне. Я просто не мог не вспомнить. Алло, если что. Дай бог, чтобы мне не пригодилось тебе звонить. Хорошо, согласен. По другому поводу лучше поговорить. Да, да. Ну что, с мамой на площадке всегда мне было очень интересно работать и круто. Да с ней легко работать, в том-то и дело. У мамы после императрицы Елизаветы какой-то был, видимо, такой от нее вайб, что все думали, что она максимально грозная женщина. Она грозная женщина, когда никто не работает как надо, а когда все прекрасно, она милейший человек. И поэтому мне всегда с ним было очень весело и классно работать. Это очень крутой опыт. Ну, то есть это не страх, не какая-то боязнь, что у тебя вот есть мама в проекте, а наоборот это поддержка. Это поддержка. Нет, безусловно, это поддержка. Страх и боязнь был в другой момент. Страх и боязнь было очень долгое время, когда прилетало извне. И когда прилетали какие-то максимально некрасивые сравнения, и поначалу, пока ты не уверен в себе, очень сильно сомневаешься в себе, пока у тебя не случилось ни одного классного успешного кейса. Куда ты маленькая была, условно говоря. Ну да, или в институте. И ты понимаешь, что ты не очень чего-то достоин, когда ты все время в себе копаешься. Короче, вас все время сравнивают. И это не изнутри семьи идет. А это с мамой, когда я не волокна. А это с мамой, когда сравнивают ребенка, который только учится, и взрослая актриса. Ну нет, мне просто говорили, что вот, есть там, великая русская артистка Юлия Аук, и плюс один к ней дополнение. И на неокрепшую психику это действует как невероятный удар. А у тебя сколько раз, ну то есть у тебя было прям ощущение, что ты все, хочу уйти и переключиться на что-то другое. Ну меня отчисляли из института, я хотела уйти. И я хотела вообще пойти учиться на заочку куда-нибудь, на театроведа, отучиться и сниматься в кино. Потом я поняла, так, нет, что за... Ты вернулась туда же, да? Ну я перепоступила, и я правда, в полном серьезе думала, что я пойду на заочную театроведческий факультет. Слава богу, что ты пошла туда, пошла, да? Да, потому что мы увидели у Елу и все остальные ролики. Классно. Ну вот, видишь, все, что не делается, делается к лучшему. Потому что, возможно, ну какие-то очень, видимо, болезненные, болевые точки, задетые во мне, это были толчки для моего роста профессионального и, видимо, человеческого личностного. Ну и мама поддерживала вот этот момент. Безусловно, конечно. И подруги, и друзья, и мама. Помнишь свою первую роль? Да. Небесные жены? Да, Луговых морей, да. Это было авторское кино. А как ты от авторского кино перешла в кино более массовое, так сказать? Сознательно. Дело в том, что я всегда хотела быть очень разноплановой, разной актрисой, которая не попадет в ловушку одного амплуа или одного жанра. Ну а если бы тебя сейчас позвали в арт-хаус, ты бы пошла? Конечно. Все зависит от интересного сценария, интересной истории. Почему нет? Ну, действительно, финансовая составляющая тоже, безусловно, важна. Многие могут говорить, что это нет, я только за искусство. Нет, это наша работа, мы на это учились, это наша профессия. Очень круто, когда у тебя получается зарабатывать деньги за свою собственную работу. Ну вот, а в полном метре, допустим, и в таких массовых картинах ты больше можешь получить гонорара? У тебя, как у артиста, фиксированная ставка, безусловно. Ты двигаешься, тебя могут попросить опуститься по ставке. Ну, понятно. Но ты можешь это сделать, если тебе действительно безумно интересна эта работа. Бывает и бесплатно снимаются. Ну, конечно, я тоже бесплатно либо к друзьям, либо к каким-то классным режиссерам ходила сниматься, к студентам я снималась в студенческом кино достаточно много в определенный период времени, когда я сама еще училась в институте и где-то там как-то набиралась опыта. Ну и вот год назад я тоже снималась у студентов. А тебе понравилось сниматься у студентов? Это по-разному. Это зависит от студентов. Это зависит от... Ну, во-первых, нет, я снималась у студентов Алексея Фимовича Учителя. Угу. Вот. И это очень талантливые ребята, горящие, молодые, горящие профессии и горящие свои работы. И у них всегда... Плюс в чем? Им всегда интересно сделать классный продукт. У них, возможно, не хватает опыта, но у них есть невероятное молодое вот это желание сделать классный продукт, интересную историю, либо очень высказаться авторски на какую-то тему, поговорить этот диалог там со зрителем, с кем угодно. И у них нет вот этой вот всезнающей усталости, которая наступает в какой-то момент у определенного рода людей в профессии. Я не говорю, что это только артисты, это могут быть режиссеры. Понятно, ну, всех. С утра приходят на площадку, да, и вот этот... Сейчас, сейчас. Ну, давайте, поехали. Вот. И вот это плюс. Но иногда ты все равно думаешь, декабрь, 7 утра, Бутова. Это хорошо, если за это не платят. И хорошо же, если это Бутова, они... Я представляю себе, многие актрисы соглашаются. Но это зависит от проекта. Продержать хорошего молодого режиссера, это класс. Это классно. Моя трудность еще, моя внутренняя, с тем, что я очень сильно учусь сейчас говорить нет и не испытывать по этому поводу чувство вины. У всех актрис, мне кажется, это проблема. Кого я знаю, все как бы, им тяжело почему-то отказываться от роли. Вот приходит сценарий, бывает откровенное говно. Потому что ты не хочешь никого обидеть. И зачастую это может быть... Все пытаются... Я знаю, что многие пытаются врать. Про график говорят, про то, что занят график, про то, что нет как бы... Или просто, на самом деле, просто не отвечают. Нет, ну то, что не отвечают, не бывает. Потому что агент должен все-таки что-то ответить. Но вот как уходить как раз? Как ты подходишь к выбору ролей? И как ты выходишь? У меня не было долгое время такой истории, что я бы прям выбирала. Нет. Но мне, во-первых, очень сильно везло какое-то время на проекте. Но я тоже учусь, потому что очень многие запросы мне прилетают в личку. Или что-то еще. Особенно там запросы не с кино, даже связанные, а с какой-нибудь творческой, некоммерческой фотосъемкой. Интересной, классно придуманной. И я там ставлю на весы свое время, свои силы и ресурс. Или возможность поработать с интересным фотографом, например. А на что ты вот совсем не согласна? Вот бывает, ты читаешь сценарий и понимаешь, что... Ну или, может быть, не сценарий, а какой-то жанр, который ты точно не будешь рассматривать. Да, наверное, нет таких жанров. Я просто могу сказать, что я, наверное, не очень фанатка хорроров. В принципе, не только наших, а вообще. И мне кажется, что это немножечко все какой-то кринж. Ну а если тебе неинтересно, что ты говоришь? Иногда бывает так, что я, например, своему агенту говорю, я не очень хочу идти на это пробоваться. Да, придумайте, что сказать. Она говорит, что неинтересно. Она очень часто говорит, Полин, сходите, а потом разберемся. И ты иногда приходишь. Иногда, ну, почти 99% да. Ну это насмотренность кастинг-директоров. Это ты кого-то можешь встретить по дороге. И ты идешь и встречаешь партнера. Пробы могли быть какие угодно вообще. А ты встречаешь партнера, с которым ты, ну, думаешь, как круто, что я вот с ним сегодня познакомился. Или режиссер, который говорит, слушай, я вижу какие-то недоработки в сценарии, но если это будет нам всем так вместе интересно поработать, мы это допишем, сделаем. То есть по факту это тоже как такой опыт получается, да, что ты приходишь и по факту... Это энергоармен, безусловно, очень важный. Ну и то, что это как спортзал для артиста, то, что ты должен держать себя в форме, да. То, что если ты хочешь работать, тебе надо выполнять свою часть работы тоже и ходить на те пробы, которые с первого раза тебе могли показаться не очень интересными. Я знаю, что это коммерческая тайна, но вот что бы ты могла себе позволить за самый маленький гонорар, который у тебя вообще когда-либо был, и за самый большой гонорар. И от меня историю первого гонорара я хочу услышать. Как ты его потратила, вот самого первого? Да, мы сейчас обсуждали, что мы потратили на первый гонорар. Забавно, что у меня была короткометражка, которая называлась «Мой первый гонорар». Это знак. Да, где я играла проститутку. Как ты потратила свой первый гонорар? Мой первый гонорар был, я не помню, это был как раз-таки проект у Лёши Федорченко. И это была экспедиция в Йошкар-Алу. И я знаю, что я на тот момент ещё была несовершеннолетняя, поэтому договор заключался, по-моему, как-то через мою маму. И я получила что-то в районе 15 тысяч. Я не помню, куда я потратила эти деньги. Ну, точно потратила, хорошо. Хорошо. А вот теперь про проекты. На что можно было купить на гонорар за мастера и Маргариту? И что ты купила, например? Да я не знаю, я не помню, что я себе купила за… А что могла бы купить? Мерседес Е-класс? Кого? Ну что, мы просто всё думаем, имеет ли смысл вообще начинать? Мы хотим, да, стать артистом. Про что? Это шутка, это шутка. А, имеет ли смысл начинать? Это для зрителей на самом деле, да, для зрителей. Вы никогда не узнаете, сколько вам придётся работать для того, чтобы что-то одно хотя бы стрельнуло. Ну да, чтобы одно что-то стрельнуло. Я в профессии, например, ну это сейчас звучит очень пафосно, но вот я снимаюсь в кино со своих 16 лет. А когда, по твоим ощущениям, вот у тебя пошёл прям такой резкий взлёт? Сейчас. Это очень часто бывало так, что я очень сильно верила в проекты, и они проходили максимально тихо. И ты думаешь, а, ну ладно. Поэтому тут с точки зрения финансов я могу сейчас себе позволить определённые вещи. Ну, то есть, ну вот, вот, например. Я только хотел сказать. Да, это для меня, это, вау, ну круто, я себе позволила такую, ну... И правильно, я считаю, что деньги надо тратить. Надо себя радовать. Да, у нас блиц. О, давайте. Очень такой короткий. Где отдыхаешь обычно? В Москве? И куда ездишь отдыхать за границу? В Москве я отдыхаю у себя дома за городом. Я очень люблю свой загородный дом. Вот этой зимой у меня случился прекрасный мой Таиланд, которого я ждала с 19-го года, с конца, с 19-го, начало 20-го. И я безумно счастлива, потому что это Панган. Панган саму и вот. Мне кажется, все артисты ездят на Панган. Это вот ощущение, что там в какой-то период времени приезжаешь, и там все. Дело в том, что большое количество моих друзей и я... Мы первый раз попали на остров ещё до того, как это стало таким же мейнстримом, как Бали, но Бали я никогда в жизни не была, например. Ну а тусяшь где? Ну вот у нас с подругами есть любимое кафе на Белорусской. Мы в него иногда заходим. Энное количество кафе. Такахули или какое? Нет. И что посоветуешь посмотреть? Вот я Вавилон посоветую. Потому что то, как Марго Робби играет актрису, это очень круто. Это очень крутая работа актрисная. И самое главное, несмотря на хрон, тебе кажется... Вот ты смотрела, да? Да, тебе кажется, что три часа, господи, неужели я буду это смотреть? Мы делали перерыв, в какой-то момент делали так. Так, нужно поесть, пойти. Да, мы прям... Я так фильмы Сигарева смотрел. Потому что мы люди с определенным уровнем эмпатии, мы какие-то вещи думали. Я тоже плакать начинаю сразу всегда. Особенно мультики. Я реву на нестандартных вещах обычно. Я на хорошем реву, когда все хорошо. Мне почему-то так радостно за героев. А я реву на достаточно пассионарных вещах. Знаешь, каких-нибудь таких. Ну, типа? Да, господи. Медлячок, чтобы ты заплакала. Да нет. Я реву, ну, например... Да на всем я могу. Я не реву, допустим, когда кто-то умирает, например, в кино или что-то еще. А когда действительно что-то хорошее. Или когда проявляется личность героическая. Я могу, например, сказать фильм, который я еще не посмотрела, но я очень хочу посмотреть сама. Я не знаю, смотрел ли ты «Бедные несчастные». Начинается там «Вкусовщина». Мы про тебя только. И кто-то фанат невероятный Тарковского. Кто-то очень любит «Груз-200». Фильм, который мы посоветуем вам посмотреть со своей девушкой на свидании. «Груз-200». Не буду спойлерить концовку, но посмотрите вместе. У меня так было с фильмом «Жить с Игорева». Что вообще? Меня позвала девушка в гости, говорит, мне подруга сказала, прикольный фильм «Жить». Да, и мы, значит, пьем шампанское, начинаем смотреть «Жить». Я думаю, пиздец, просто пиздец. Я говорю, я поехал домой. Она говорит, нет, пожалуйста, останься ночевать со мной. А я тебе скажу, как у меня было с «Грузом-200». «Груз-200». Это вот, знаешь, иногда бывает просто настроение посмотреть что-то. Вот ты где-то все. Я не была готова вообще никак. Я лежала дома. Это был второй курс ГИТИСа. Это были каникулы зимние. Вот мы что-то там сдали сессию. И, видимо, вот, когда организм настолько был мобилизован все это время, пережил какой-то невероятный стресс. Потому что ты решила добиться дальше. Да, не понимала. Это клин клином. Я вам говорю. Я посмотрела вечером «Груз-200». На утро я проснулась без температуры, без больного горла. Может быть, ты не проснулась? Я... Может быть, ты задавнулась? Я живу в матрице очень много лет. Нет, я посмотрела «Груз-200». Я вот так. Но я посмотрела, и мне было так плохо, что... Мне стало так плохо снова, что я, видимо, от этого дна оттолкнулась и выплыла на поверхность. А у какого режиссера ты хотела бы сняться? У Тарантина. Ну... У него даже я хотел бы сняться, честно говоря. Мне кажется, да. Мы даже просто в любой роли. Ну, я бы хотела с ГМ Ричи поработать, с ГМ Ричи вообще. Но не то... Ну, это все... Это прямо, знаешь, какая-то такая детская моя мечта. Это сейчас вот звучит. А из российских режиссеров, с теми, с кем я еще не работала... Валерий Петрович Тодоровский. Я бы очень хотела. Валерий Петрович, если вы нас смотрите, я прошу. Возьмите, пожалуйста. Обратите внимание. Ты сейчас на пробы, да? Да. Но это секрет пока. В общем, ставьте лайки, чтобы... Спасибо, друзья. Чтобы Полина пошла... Чтобы пробы пошли удачно. Спасибо. Спасибо большое тебе. Прийти на наш подкаст, это всегда хороший знак. Потом и гонорары увеличиваются, ролей много. Точно? Ну, забейте еще. Конечно. Смотрите. Лайки или пальцы. С нами была Полина Аук. Спасибо, Полина. Спасибо, друзья. Спасибо, что вы говорили. Храни вас Господь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!